Наш народ всегда отличался неравнодушием и бескорыстием. Именно эти его лучшие качества проявляются в постоянно нарастающей поддержке наших воинов, мужественно защищающих интересы Отечества. Славянцы также не остаются в стороне от этой важной работы. Без малого 8 месяцев идёт спецоперация на Украине. Она нужна для освобождения территории Донбасса и обеспечения безопасности России. Практически с начала операции наши земляки не только словом, но и делом поддерживают сражающихся воинов. В настоящее время эта благородная и нужная деятельность ещё более активизировалась. Славянцы делают очень многое, чтобы поддержать российских солдат и офицеров. Самые обычные люди, от студентов до пенсионеров, представители предприятий, предприниматели, несут вещи, продукты, перечисляют деньги в фонд благотворительной помощи, созданный по инициативе Совета ветеранов Славянского района. Это сбор средств для помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Мы практически уже четвёртый раз собираем и четвёртый раз отправляем. Вот и сегодня у нас тоже будет партия. Это и поселение, центральная районная больница, и неравнодушные люди, предприниматели, организации. Все везут, везут, везут. Здесь у нас и продукты питания, и спальные мешки. Здесь у нас и берцы, у нас и коврики, и газовые баллончики, и аптечки, и вода, и перчатки, и носки, и тёплое бельё. И мы вышли ещё с предложением, мы ежедневно, ежедневно, тех ребят, которые убывают непосредственно на обучение, потом в места боевых действий, в военкомате дарим им подарки. В славянском филиале Кубанского государственного университета и студенты, и преподаватели не остаются в стороне от этого народного движения. По зову сердца отдаёт гражданский долг, потому что каждый студент и каждый сотрудник прекрасно понимает, что солдатам, которые там гораздо тяжелее, и никто не хочет оставаться в стороне. То есть силами, которые у нас есть, мы помогаем, мы собираем не только материальную поддержку, но ещё и студенты у нас пишут письма очень трогательные, которые, мы надеемся, поддержат наших солдат. Центр развития детей «Умка» у нас подготовил красивые рисунки, поделки, которые мы также вкладываем в посылки. Свой весомый вклад в общее дело вносят и студенты-волонтёры. Они в том числе помогают в погрузке собранных подарков военным. Студенты и преподаватели нашего филиала активно участвуют в помощи и поддержке военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Собираем посылки, различную помощь, которая им требуется. Желаем внести свой вклад в победу. Пусть будет мирное небо над нашей головой. Ручейки народной помощи превращаются в настоящие реки, благодаря неравнодушным, активным славянцам. Волонтёрское движение «Женщины и настоящих мужчин» организует процесс сбора различных вещей, продуктов, снаряжения для мобилизованных славянцев и тех, кто несёт службу рядом с ними. Облегчает им работу использование социальных сетей. Это наша большая помощь, наша такая платформа, где мы уже сделали даже отдельные списки, что нужно. Эти списки напрямую – это просьба наших ребят. Стараемся помочь там, где наш район, ну и другие районы, то есть не только мобилизованным, но и кто с нашими ребятами мобилизованными воюет. Это контрактники и так далее. Наши земляки, это Славянск-на-Кубани, вот наши ребята пошли туда. Вот здесь вот, вот я так думаю, что вот каждый должен помочь. Ну не обязан, не должен, да. Ну вот это надо делать. Это нам нужно, нам нужно их как-то поддержать. Они стараются, если есть возможность, отправлять мобилизованным именные посылки. Это, конечно, особенно трогательно и эффективно. Волонтеры хотели бы, чтобы напечатанные объявления о работе пункта сбора помощи солдатам в жилищном кооперативе «Озерный» были размещены в магазинах крупных торговых сетей, но не всегда находят поддержку своих инициатив. Когда народ объединяется для достижения высокой цели, это дорогого стоит. Благородная миссия славянцев по сбору гуманитарной помощи воинам – это реальное движение к нашей общей победе. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».